Приветствую, друзья! У меня в гостях наш друг Александр, ну, которого я шутя назвал как-то честный купец. На самом деле никакой он не купец, но человек честный. Ну, да, на самом деле, в общем-то, немножко купец, да. И пусть у меня уже будет моё название такое – честный купец. Да, шутя. Опознавательное. Да, вот теперь посмотрите, у нас вебинар с Романом Газенко 30-го числа в 20 часов. Но я не буду расхваливать, какой будет хороший вебинар, это и так понятно. Будет замечательный не только теория, но и практика. А вот теперь я хочу вам прочитать стихотворение моего друга Ноября Бейбутова, который после того, как увидел картину, прошлую, ну, прошлую, вы видели её, там, который мы делали совместно в формате «Коллективный разум». Там, как раньше она называлась «Есенин и Дункан», а теперь она, мы ищем там в формате «Коллективный разум» ей название, потому что она уже и Александр был в прошлый раз, и журналистка была в прошлый раз, и мы её все вместе дописывали. Дункан покраснела. Стала летающая такая, ну, просто чудесная. Ну, в общем, он там задумчивый сидит такой, то ли «Есенин», то ли каждый, который мечтает, ну, мужчина мечтает о женщине, о чём же ещё, да? «Каждый Есенин мечтает об Осидоре Дункан». Да, да. А теперь я хочу прочитать стихи нашего Бейбутова, который академик, академик технологических наук, который одновременно пишет стихи, и он когда говорит, я увидел ту картину, которую вы там рисовали, он написал стихотворение, мне прислал. «Портрет весны». Ах, эта долгожданная весна, вновь из туманной дали зыбкой, навстречу мне бежит, летит единственная с ангельской улыбкой явившаяся, как будто невзначай, однажды в сказочно цветущий май, когда в свершении дерзновенных звёзд я ждал её с букетом синих звёзд. Потрясающее стихотворение, мне очень нравится. Да. «Ноябрь Бейбутов». Спасибо тебе за стихотворение. Такой неожиданный конец. Я ждал её с букетом синих звёзд, потому что наш «Ноябрь», он занимается теорией, он такой академик мощный, он доктор биологических наук, он такой вот прямо потрясающий у нас, и почётный участник нашей школы «Человек будущего», школы человечности. Я вам хочу сказать вот что. Роман, с которым мы вот сейчас будем проводить вебинар, скажи о романе какие-то слова, такие конструктивно, чтобы человек, новичок, который зайдёт сюда в первый раз в жизни, чтобы он понял, о ком речь идёт. Роман очень интересный человек. Во-первых, он обладает огромными знаниями. Он режиссёр, сценарист, журналист, психолингвист. Много документальных фильмов. Да, он первый был среди режиссёров-документалистов. К тому же он пишет музыку, он пишет сам стихи к этой музыке. Многие, оказывается, группы, которые были в 90-х годах, пели его песни и использовали его музыку. Вот. Очень интересный человек. Очень, как я повторил, повторяю, очень много знающий. Журналист, подчеркнём. И учит журналистов. Да, да, да. Очень интересно с ним общаться. Я вот всем советую, конечно, его посмотреть. У него много фильмов. Если вы в интернете посмотрите, какие это фильмы, не все опубликованы. Некоторые лежат на полке, потому что их... Вот про Сербию, например, в 90-е годы он снимал, был участником событий. Но особо распространения не получил фильм, потому что... Один тот фильм, да. Но начальники не хотели, потому что слишком правды много. Итак, у нас будет 30-го числа в 20 часов вебинар с Романом Газенко. Как сосредоточиться? Ну, в общем, вы там увидите. Я сейчас просто немножко, как бы, интригу такую... Ну, ты молодец, меня поддержал. Ещё Саша хотел мне сказать... Да, я хочу сказать, что я начал эксперимент. Как Хасай учил регулировать... Не только рисовать, да, не только рисовать, но и формировать фигуру, внешность. Фигура у меня была ещё лучше, чем сейчас. То есть, ну, как бы, побольше. Купец, поэтому я ему тогда и приду. Но потом, так как я честный купец, что, ну, как бы, не такой уж большой, как мог бы быть. Поэтому я сделал вот что. Значит, Хасай сказал, что нужно в течение 5 секунд в день заниматься фитнесом. Фитнесом заниматься нужно так. Раздеться, подойти к зеркалу, придать своей фигуре то, что вы хотите видеть на самом деле. И в течение... Сначала выйти в нулевое положение, да, конечно. Ну, это мы там на вебинаре покажем. Да, да. На ноль выходить, для тех, кто не знает, что это такое. И там помечтать о том, какие вы хотите быть, и такими становитесь. Дальше вы... И дополнительные приёмы. Да. Ты подходил к зеркалу. Подходил к зеркалу. На 5 секунд. На 5 секунд. Делал из себя, насколько я могу, красавца. Значит, потом я через 5 секунд глаза закрывал, чтобы не увидеть, что я уже не такой красавец. Отворачивался. И так делаю каждый день. Ну, сколько дней ты делал? Ну, я, может быть, недели две. По 5 секунд. По 5 секунд делал. И что стало? Ну, на 3 килограмма. Я похудел на 3 килограмма, если по весам смотреть. Ну, и по объёмам тоже. Продолжу этот эксперимент. Вот. Надеюсь, дальше пойдёт так же хорошо. А если ты 2 раза в день сделаешь, ты похудеешь ещё больше? Ну, возможно, да. Я думал, вдруг переборщу. Может быть, больше 5 секунд день фитнесом нельзя в день заниматься? Это такой фитнес, который ты у себя дома делаешь, перед зеркалом. И делаешь без натуги для себя, без всякого насилия над собой. Делаешь с удовольствием, потому что мечтаешь, каким ты хочешь быть. Ну, ладно, мы об этом поговорим. Что самое интересное, мозг при этом видит ваше тело, впитывает в себя, как на самом деле тело выглядит, должно выглядеть, да, и при этом видит несоответствие между тем, что есть сейчас и между тем, как вы показали. Вот. Соответственно, он даёт, он должен привести, значит, в исполнение то, что он увидел, это значит, то, что должно быть. Соответственно, он настраивает организм таким образом, чтобы, значит, все процессы в организме происходили для того, чтобы это тело соответствовало то, что мозг видит. Саша постранил. Вот это я вижу каждый раз и удивляюсь тоже, да. Будет ещё в стране... Скоро не узнаете меня, буду худее, чем Хасай. Следите, подписывайтесь на наш YouTube-канал, на Telegram, а в Telegram есть ещё платформа «Помочь себе». Ну, подписывайтесь на наши каналы. Короче говоря, вот эту картину я начал делать, потому что он в ноябре сказал, он же занимается фотонной теорией, у него там книги, монографии и так далее. Потом мы вам с ним как-то организуем встречу с нашим академиком. А эту картину, почему он мне сказал, больше фотонов давай, она будет более привлекательная. Я стал ромашку рисовать. И там больше света, света. И потом я ещё понял, что надо... Истина-то в контексте, и поэтому я понял, что для контраста надо где-то здесь точку какую-то более тёмную поставить, чтобы она сразу высветилась. Вот оно, что дело. Истина в контексте. Поэтому и в жизни. Это моя метафора, вам подарок. Кто ещё не знает, что истина в контексте. Поэтому подумаем о том, где поставить более тёмную точку, чтобы она сразу высветилась. Чтобы стало как правда. Как говорил Антуан Десент-Экзеперея, истина для человека, это то, что делает его человеком. Да? Совершенно верно. В школе Человек будущего, хомофутурис, кто сегодня первый раз сюда зашёл, поздравляем вас со входом в нашу школу. Итак, готовьтесь к ревинару, друзья. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова